Добрый день! Вы смотрите это видео, потому что вы прошли сессию нейтрализации первичных полярностей. Пиет, позже, вы рады, Славинскому, со мной. Спасибо, что вы это видео смотрите. В процессе нейтрализации полярности, сразу когда я нейтрализована, я заметил, что там есть такой вопрос. Начну с вопроса. Есть такой вопрос, когда человек нейтрализованной полярности, и он как бы сидит в кайфе. Человеку положено задавать вопрос, ну, по технике положено. Представь, что ты сидишь на вершине высокой горы и смотришь на всю свою жизнь. Вот теперь, когда ты знаешь свои первичные полярности, стала ли твоя жизнь тебе более понятна. То есть, ну, что имеется в виду, как я это понимаю? Имеется в виду, как вот эти полярности влияли на твои поступки. И как, ну, твои поступки чередовались, перемены полярности. То есть, скажем, ты в одной полярности движешься в одну сторону, да, там, скажем, например, есть полярность, но про нее очень много Жаварат Славинский говорит. Любовь – свобода. То есть, они у человека как противоположности. Скажем, человек ищет любовь, он находит свою любовь, вот ему не хватает любви, он вступает в отношения, и он понимает, что ему начинает не хватать свободы. Его колбасит, колбасит, колбасит. Наконец-то он ввёт отношения, вот, у него теперь есть свобода, но нет любви. То есть, а у него нет целостности, и как бы в поисках этой целостности он ходит между этими полярностями всю свою жизнь. И многие люди так, на самом деле, умирают, не поняв при жизни, ну, почему они поступали так, как они поступали. Вот. Мне что хотелось бы, ну, как бы, у меня есть такое пожелание для тех, кто прошёл эту процедуру, чтобы они начали более осознанно смотреть на свою жизнь. То есть, ну да, там, как бы, у вас слились первички, вас нереально колбасит, вам очень хорошо, вот, вы чувствуете полное единение со всем, вот, и как бы, куда уже лучше. Но если, ну, как бы, опыт показывает, если вы не начнёте как-то использовать то осознание, которое вы получили в момент слияния, то у вас это через какое-то время пройдёт, и вы можете опять заиграться. То есть, да, у вас, вот, что я вам дал, то есть, как бы, что вам дал этот процесс слияния, что у вас всегда есть выбор, вы можете теперь играть, продолжать играть в ту игру, которую вы играли до этого, либо вы можете сделать в какой-то момент выбор не играть, а сказать, блин, а что это я опять в старую игру-то заигрался, не, нафиг надо. А в какой я сейчас полярности нахожусь? Я сейчас в любви, или я сейчас в свободе, или где вообще я сейчас? Ну, и там, зависит от того, какая у вас полярность, да? И, как бы, из какой полярности я вот сейчас говорю с кем-то, из какой полярности я творю, из какой полярности я думаю. У вас теперь, как бы, ну, энергии между ними нет, они слиты. У вас всегда есть выбор, какую полярность выбрать. Вы всегда можете в той полярности быть, которую вы выбрали. Что бы мне очень хотелось, это, если у вас, мне кажется, это поможет вам, и это поможет, в принципе, вот другим людям, которые еще не слили свои первичные полярности, мне бы хотелось, может быть, чтобы вы написали кратко историю своей жизни. Ну, не обязательно там целый роман писать, да? Ну, может быть, там, на пару страниц, или там, ну, вот, как вам будет угодно. Вы можете настолько раскрыть тему, насколько у вас появится желание ее раскрыть. Почему это хорошо? Потому что, раскрывая эту тему, вы, как бы, углубите процесс своего осознания, того, как бы, что с вами первичные полярности делали в процессе вашей жизни. Как вы играли в эту игру, как бы, не осознавая, в какую игру вы играете. И почему это будет хорошо вообще для всех людей? Потому что, если вы не просто это для себя напишите, а если вы дадите разрешение это опубликовать, то другие люди, прочитав вашу историю, им, мне бы очень хотелось, чтобы им стало интересно, их заинтриговало, и им захотелось тоже узнать, а какие же это у меня-то, в общем-то, первичные полярности. А вот я-то в какую игру играю? Что со мной-то происходило вся моя жизнь? И вот с этим предложением я к вам обращаюсь. Напишите свою историю, напишите для себя, если вы просто для себя хотите, это вам должно очень помочь. Если вы хотите поделиться с другими людьми, если вы хотите, чтобы больше людей на планете были свободны, были счастливы, пошлите эту историю мне. Скорее всего, если вы со мной работали, вы знаете мои контакты, мои имейлы, или на форуме через сайт, на сайте Симарона я с людьми общаюсь. Либо вы можете, вот мой личный сайт – это rumeditation.com. То есть, если вы не со мной делали слияние первичных поверхностей по ПИЭД, и вот увидели это видео, наткнулись на него, и хотите, так сказать, поучаствовать в этом процессе, то просто зайдите на этот сайт rumeditation.com и через контактную форму свяжитесь со мной. Я буду очень рад услышать ваши истории. Спасибо.